МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 2-1. И в итоге торпеда снова опустилась на пятую строчку. Соответственно, позиции вышит все тот же Салават Юлаев. Ну, вопрос о праве на домашнюю площадку в первом раунде плей-офф я все равно предлагаю считать открытым, потому что практически стопроцентно уже можно сказать, что в плей-офф мы встретимся в первую очередь с Салаватом Юлаевым. У нас с Уфой равное количество очков, и при этом Салавату предстоит еще встреча с Акбарсом, а мы в пятницу сыграем в Нижнекамске с нефтехимиком. Волейбольная команда Губерния сделала, пусть и не очень уверенный, но все-таки шаг в сторону, я бы даже сказал исторический шаг, в сторону финала Кубка Европейской конфедерации волейбола. Накануне команда Пламена Константинова в пятисетовом матче, можно сказать, вырвала победу у польского клуба «Скра». Ну, немного порадовал и старт. Нижегородцы принимали хабаровский ска нефтяники, уступая по ходу встречи 1-3, сумели переломить ход игры и закончили матч с ничейным результатом 3-3. Ну, мелочь, как говорится, а приятно. Ну что ж, с новостями, пожалуй, все. Я сейчас должен же объяснить, почему я сегодня в цветах женской хоккейной команды «Скиф». Ну, во-первых, наши девушки в двухматчевой серии одержали две уверенные победы против «Факела» из Челябинской области. Ну, а во-вторых, гостями нашей студии сегодня станут игроки «Скифа» и, что самое главное, женская национальная сборная по хоккею Александра Капустина и Ольга Сосина. Ну, в первую очередь мы их, конечно же, пригласили как раз к нам в студию в качестве участников этого исторического события Сочинской Олимпиады. Ну, впрочем, о хоккее чуть позже, а сейчас, ну, должен, так сказать, сдержать обещание, которое еще в прошлом выпуске дал мой коллега Александр Быков. Он заверил, что я расскажу вам о зимней Олимпиаде в Сочи, ну, скажем так, глазами очевидца. Да, мне посчастливилось побывать на главных зимних играх четырехлетия. Не скажу, что я успел посетить абсолютно все спортивные мероприятия, да и не о медалях сейчас хочется говорить. Хотя Россия действительно здорово удивила и очень порадовала. Особенно вот этот финишный спорт в последние буквально три дня Олимпиады. Ну, это прям слезы радости и только. Ну, больше всего лично меня все равно восхитило даже не успешное выступление сборной России, а вот сама та вот праздничная атмосфера вот этого всепланетного спортивного праздника. Заранее должен извиниться. Все дело в том, что пришлось снимать мне самому, а из меня видеооператор уж простите, ну, наверное, как вот тот хоккеист, который выступал за сборную России. Как говорится, теорию зная, вот забить не могу. Так что не судите строго. Жаркие, зимние, твои, пожалуй, более точного девиза для зимних Олимпийских игр за всю историю проведения этих соревнований еще не существовало. Жаркие, да, в Сочи, особенно в прибрежном кластере, температура порой доходила до плюс 20 градусов. Зимние, ну, здесь можно поспорить. Хотя в Красной Поляне в горах снега хватало вполне, и иногда из-за него даже останавливали соревнования. Ну, а то, что они твои, эти игры, тут вообще без сомнений. И все те скептики, которые еще до начала Олимпиады говорили, что у России не получится провести столь масштабное действие, они ошибались и сейчас, как говорится, едят свою шляпу. Потому что у России получилось все. И сейчас бесполезно и бессмысленно говорить, озвучивать имена победителей, количество медалей. Вы прекрасно все это знаете, вы все следили за Олимпийскими играми. А вот поделиться впечатлениями от главных зимних игр четырехлетия – это пожалуйста. Первое, что впечатлило в момент прибытия в Сочи – погода. Субтропический климат несколько сбивал с толку, но к хорошему быстро привыкаешь. И шепот черноморского прибоя вместе с ласковым солнцем уже на второй день перестает казаться чем-то сказочным. Лишь несколько раз за всю Олимпиаду небесная канцелярия слегка подпортила впечатление дождями в прибрежном кластере и мокрым снегом с туманами в горах на Красной Поляне. Но об этом испоминать не стоит, потому что все недостатки компенсировала атмосфера всемирного спортивного праздника. Организаторы игр обещали, что в Сочи будет одна из самых компактных по территориальному признаку Олимпиад. И здесь они и правы, и неправы. Впрочем, обо всем по порядку. После тщательного досмотра на железнодорожном вокзале всех болельщиков любезно ожидали многочисленные составы ласточек, которые очень плотным трафиком разъезжались из Сочи по двум направлениям. В Олимпийский парк и в Красную Поляну. Путь к Олимпийскому огню от момента выхода из гостиницы занимал в среднем два часа. Но морские пейзажи за огромными окнами ласточки скучать не давали. А на финише маршрута каждый раз встречал бонус в виде главного огня, который полыхал над Олимпийским парком. А уже там начинаешь окончательно и тысячепроцентно понимать, что ты на Олимпиаде. Тысячи людей, десятки павильонов и сцен, выступления артистов и атмосфера спортивного праздника. Этим дышал весь мир больше двух недель. Россия! Россия! Кстати, о людях. Еще до старта Олимпиады многочисленные скептики, в том числе и российские, утверждали, что один только наш менталитет испортит все. Мол, и ведем-то мы себя, как дикари, и правил приличия не знаем. Хмурые мы и прочее, прочее, прочее. А нет. На поверку именно россияне и удивили безграничным дружелюбием, культурным поведением и отличной поддержкой своих спортсменов. А вот некоторые иностранные болельщики, наоборот, оставили не очень приятное впечатление. Но не будем об этом. Лучше скажем спасибо многотысячной армии волонтеров. Стоило лишь на пару мгновений остановиться с сомнением на лице о правильности выбранного маршрута, как тебе сразу подходили эти улыбчивые люди в ярко отличающей их одежде и подсказывали, что где и когда. Порой ловил себя на мысли, а не спросить ли их об антропной модели вселенной. Думаю, задаем такой вопрос, они и на него бы нашли ответ. И не зря волонтерам говорили слова благодарности и на открытии игр, и по ходу всей Олимпиады. Они действительно это заслужили. Теперь непосредственно об Олимпийском парке. Путь от вокзала до центральной площадки не близкий. И пешком этот маршрут занимал немало времени. Тем более, что вокруг было очень много интересного. Презентации всех федеральных округов России, павильоны спонсоров игр и дома болельщиков. Понятно, что самым популярным был русский дом. Но не меньше интерес вызывала презентация хозяев следующей зимней Олимпиады. Корейцы сделали упор на свою историю и национальное искусство. И вот, наконец, центральная площадь. Если забыть о дороге к этому месту, то тут организаторы не подвели. Действительно, стадион Фишт, Шайба, Айсберг, Ледяной Куб, Адлер-Арена и Большой находятся в шаговой доступности. Некоторые из этих объектов после Олимпийских и Паралимпийских игр разберут. Но никогда не сотрутся у тысяч и тысяч болельщиков самые приятные воспоминания. Отмечу, что российские болельщики активно поддерживали не только своих спортсменов. Старались и иностранцы. Ну а уж когда на арене появлялись и российские спортсмены, трибуны просто сходили с ума. Вот так, например, встречали нашу конькобежку Ольгу Граф. Еще одним запоминающимся моментом были церемонии награждения на центральной площадке Олимпийского парка. И уж если на пьедестал почета сходили российские спортсмены, каждый раз ставился новый рекорд по уровню децибел. Пожалуй, единственным по-настоящему печальным моментом на Олимпиаде стало выступление наших хоккеистов. Еще перед матчем с Финляндией болельщики из Суоли начали праздновать победу. Их надежды, кстати, были во многом связаны с представителями Нижегородского торпеда. Ну и, наконец, Красная Поляна. Здесь, пожалуй, были наиболее заметные изменения. Некоторые болельщики в открытую сравнивали эту площадку с Куршавелем. Не уверен, что это именно так, но то, что на Красной Поляне невероятно красиво, подписывались двумя руками. И снова повторюсь, Олимпиада получилась на все сто. Вот нижегородские болельщики не дадут соврать. Сами Олимпийские игры – это просто прекрасное такое зрелище. Мы увидели настоящих спортсменов, мы увидели настоящие Олимпийские игры. И впечатление осталось самое нормальное. Подготовка, по моему мнению, прошла просто замечательно. Мне понравился Красная Поляна, Олимпийский парк. Это все, где мы живем. Город Сочи. Чистейший город. Это счастье, что пришлось поучаствовать и поболеть за нашу сборную. И наша сборная не подвела. Согласен, да, получилось несколько сумбурно. Но поверьте, эмоции как раз от посещения главных зимних игр четырехлетия, они до сих пор буквально зашкаливают и уверен, остынут они еще не очень скоро. А может быть, не остынут никогда. Кстати, как раз в сюжете забыл рассказать о таком важном факте проведения подобных международных турниров. Это о безопасности. Вот если смотреть непосредственно в Сочи, там, допустим, сотрудники ГАИ стояли, наверное, каждые сто метров. А полицейские вместе с казаками, которые к ним были прикомандированы, бесконечно патрулировали улицы. Причем это никак психологически не давило. Вот лично я чувствовал себя там в полнейшей безопасности. Но совсем другой разговор уже непосредственно на Олимпийских объектах, в Олимпийском парке и на Красной Поляне. Там сотрудников в форме я встретил, наверное, пару всего раз. Лишь уже чуть ли не в последний день Олимпиады случайно увидел целый отряд ОМОН и несколько КАМАЗов, готовых принять, кого надо. Но они так здорово спрятались среди кипарисов, прямо посередине практически Олимпийского парка, что их было незаметно. И я-то их заметил совершенно случайно. А вот хоть их не было в форме, но, как потом выяснилось, очень много их ходило в одежде в цветах волонтеров, всяких технических, инженерных служб. И достаточно мне было достать просто микрофон, чтобы с кем-то поговорить, чтобы со мной поделились впечатлениями. Как тут же вот такие люди подходили и предупреждали, что без аккредитации снимать нельзя. Ну, что мог, собственно, вы сейчас увидели, а что мог, поснимал. Но самый интересный момент был, когда меня попросили продать несколько лишних билетов. Ну, грешен, да. Вот. Не мои билеты были. И я встал у входа в Олимпийский парк и ненавязчиво просто держал их веером перед собой. Мимо меня проходил прямо очень яркий болельщик, российский болельщик. У него на лице нарисованы флаги российские. Он над собой держал огромный флаг. Из рюкзака у него торчали всевозможные трещотки, шляпа у него такая смешная была. Ну, такой настоящий яркий болельщик. И мимо проходя меня, он так незаметно показал мне удостоверение и сказал, что билетами торговать нельзя. Так что мы там были под полной охраной. Ну, хотя, с другой стороны, перед матчем за третье место по керлингу среди мужчин канадец стоял, спокойно продавал. Мимо проходили подобные люди, но никто ему замечаний не сделал. В общем, берегут у нас иностранцев. Ну, впрочем, это все лирика, а сейчас в нашей программе небольшой перерыв, сразу после которого гостями нашей студии станут игроки женской хоккейной команды «Скиф» и национальной женской хоккейной команды нашей российской Александра Капустина и Ольга Сосина. Естественно, разговор пойдет об Олимпиаде. Так что не переключайтесь, мы вернемся очень скоро. На канале АНТВ продолжается спортивно-аналитическая программа «Хит-трик» и сейчас у нас в гостях долгожданные гости. Наши олимпийские, ну, не побоюсь этого слова, все равно звездочки, игроки хоккейного клуба «Скиф» Нижегородской команды и сборной России по хоккею среди женщин. Александра Капустина, капитан команды «Скиф», если я не ошибаюсь. Ну и наша забивающая, самая забивающая Ольга Сосина. Здравствуйте, девчонки. Здравствуйте. Естественно, будем говорить о Олимпиаде, но даже не столько о нашем выступлении, хотя визуально я посмотрел, мне, собственно, понравилось. Да, к сожалению, результат может быть не очень большой, но это вполне объективно, мы об этом чуть позже поговорим. Самое первое. Вот, Саша, давайте с вас. Впечатления от этой Олимпиады, главное, какое впечатление? Нет, ну, впечатления замечательные, несмотря на то, что не удалось побороться за медали, хотя к этому очень стремились, но положительные эмоции все же от самой Олимпиады, от открытия, они с нами останутся на всю жизнь. Домашние Олимпиады – это что-то сверхнеординарное. И для меня это третья Олимпиада, и я не побоюсь сказать, что это лучшее в моей жизни. Вот много-много разговоров было, что, ну, скажем так, официально заявляют, что это действительно самая лучшая зимняя Олимпиада. Вы действительно повидали на своем веку. Вот реально лучшая Олимпиада? Реально лучшая. Ольга, а вот если вспомнить как раз церемонию открытия, там вот я видел некоторые спортсмены, даже не наши, не в сборной России, спотыкались, падали вот на выходе как раз на стадион Фишт. А как вот этот трепет какой-то был? Ну, они, наверное, в шоке от увиденного. То, что такого раньше не видели, наверное, спотыкались, ходили. Но все-таки вот у вас-то вот от открытия впечатления, или прямо от волнения ничего и не заметили? Не, ну, когда шла, ничего не заметила. Смотрела по сторонам. Когда шла, когда сели, там уже очень понравилось, правда. Вот тоже была в Ванкувере. По сравнению с Ванкувером, это вообще разные. Лично мне на Олимпиаде очень понравилась поддержка, как наши российские болельщики поддерживают, ну, понятное дело, наших спортсменов, но и даже иностранцев. Потому что вот на матче, я присутствовал на финальном матче на женском, сумасшедшем просто, Канада-США, это что-то с чем-то было. При этом болели за Канаду, нормально наши все орали. Встречали шайбу, шайбу. Шайбу, шайбу, Россия вперед, причем встречали. Россия вперед, да-да-да. А, ну, все-таки непосредственно вот матчи с участием российской нашей сборной. Как вот насчет поддержки, вот как вы можете описать, что там творилось на матчах? Наши болельщики просто замечательные. Я нигде такой не видела поддержки, особенно такого внимания к женскому хоккею, вообще вижу впервые. Да, в Канаде еще любят наш вид спорта. Больше я нигде не видела столько людей, чтобы приходили, поддерживали. Благодарим их низким поклоном. Даже когда мы выбыли из борьбы за медали, они ходили и поддерживали на матче, который уже, в принципе, ничего не значили. Ну, там пятое, шестое место. Поддержка сумасшедшая. Как люди кричали, поддерживали нас, говорили, что мы лучшие. Даже после того, как мы проигрывали. У меня вот только что сюжет как раз в первом блоке программы был, о моих впечатлениях, таких небольших, любительских, от Олимпиады. Я очень много кадров не смог взять, потому что, ну, так называется, звук зашкаливал. То есть его в эфир уже невозможно взять, потому что там треска шел. Это вот так орали трибуны. Но, Оля, а есть так вот впечатления? Вы же все равно погулять успели там, да, по Олимпийскому парку хотя бы там уже? Ну, погулять так. Ну, время было, да, после того, как у нас закончилось. Ходила там, в дом семьи ходила, в Проктеллэнгэмбл. Там тоже все хорошо, все красиво. Встречают спортсменов там. А вот этот как раз самый, пожалуй, популярный в Олимпийском парке объект, это дом болельщиков российской команды. Честно скажу, три раза стоял в очереди. Я тоже самая. Попали туда? Нет, я так же не попала. Стояли в очереди, нас даже не пускают. Я говорю, ну, хотя бы спортсменам, можно посмотреть, что там находится. Живая очередь. Так, ну, кто ж мне расскажет-то в итоге, что ж там было на самом деле. Немного, вернее, немного, много разговоров было со стороны именно иностранцев. Потому что, вы же там, сами знаете, они искали кругом недостатки. Где-то правда, где-то ложь. Я слышал от сотрудников, ну, службы трансляции телевизионных, но это было на прыжках с трамплина. Они, говорят, общались с иностранными спортсменами, те жаловались на питание. А мы заявляем, что там все хорошо было. Как там действительно, вот условия вам какие созданы были? Где жили, чем питались? Ну, нам, русским спортсменам, все очень нравилось. Питание наше и те же пельмени. На Олимпиаде пельмени вы короняли? Нет, ну, на Олимпиаде вообще очень большая столовая, где есть кухни со всего мира. То есть есть китайская пища, есть итальянская паста, пицца. Есть отдел русской кухни, где дают борщ, пельмени каждый день, там, пожалуйста. Есть Макдональдс для американцев. Какая гадость. Вообще, не говорите. Нет, я считаю, что выбор был. Разнообразное питание, полноценное. Я не слышала никаких наговоров со стороны спортсменов из Олимпийской деревни, вот именно прибрежной. Может быть, у них там наверху в горах какие-то другие были условия, но у нас было все замечательно. Мы же ездили в горы, кушали там. Да, но там, кстати, дороже все на Красной Поляне, на самом деле. Нет, Оль. Удивительно. Да, все-таки хочется поговорить-то о хоккее. На групповом этапе Россия одержала три победы в трех матчах. Выступили здорово, но потом Швейцария в четвертьфинале. Вот Швейцария, я построила их игру, ну не такая впечатляющая у них игра, но тем не менее они нас обыграли. Как так случилось? Ну, наверное, не забиваешь ты, забиваю тебе. Вот, банально. Да, были моменты, не забили, потом ошиблись, получили. Все время, ну, пытались отыграться, забить, почему-то не выходило, как будто ворота заколдованы, наверное, были. Вот так вот бывает. Ну, а потом Финляндия, это вообще рок хоккейный на этой Олимпиаде для россиян стал. Сначала мужчин, точнее, нет, сначала нас, девчонок выкинули, потом мужчин. Но вот Финны, я бы не сказал, что там так сильно развит женский хоккей. Как считаете, за счет чего Финляндия это выиграла? Ну, вы знаете, нам было сложно найти в себе эмоции, потому что мы очень долго шли к этой Олимпиаде, два года просто не вылазили со сборов, были очень тяжелые тренировки, именно хотели бороться за медали. Когда ты играешь за 5-6 место, сложно найти в себе эмоции, чтобы отдаваться полностью. Я думаю, что вот именно какого-то психологического настроя не хватило. А Финны хотели хлопнуть дверью, потому что для них это досадное недоразумение, что они проиграли сборной Швеции в полуфинале, так же, как мы споткнулись с сборной Швейцарии. Финны на протяжении всего года шведов легко обыгрывали. И здесь вот так вот, поэтому им хотелось громко уйти, последняя игра. Нам тоже вроде бы хотелось, мы настраивались, разговаривали перед игрой, давайте девчонки, конечно, для своих болельщиков. Ну, на словах было все хорошо, вышли и в итоге получили две быстрые шайбы. За какой-то короткий период и уже отыграться не хватило, что ли, психологического настроя. Ну, что было, то прошло, собственно. Ну, опять же, говорю, мне визуально понравилось все. Вот, и даже не говоря не только о сборной России, вообще все команды, мне женский хоккей понравился, потому что, согласитесь, здесь у нас вот на Скиф приходит, ну, максимум, наверное, 300 человек, да, наверное, приходит? Ну, примерно, 500 бывает. 500 бывает, ну, по праздникам, наверное. Вот, но там действительно такая поддержка, мне было это непривычно и очень приятно. Но о другом хотелось бы поговорить. Оль, ну, неприятная ситуация случилась буквально перед Олимпиадой, да, планировалось, что у нас там чуть ли не 4 девчонки от Скифа будет, или 6 даже, говорилось. Но в итоге главный тренер переиграл все. Это как-то психологически не сказалось, допустим, конкретно вот на вас, что наших, Скифа, девчонок все-таки только двое. На самом деле, я даже такого и не знала. О, как? От вас держали все в тайне? Наверное. Ну, вот. Нет, ну, то, что Надежда Александрова не поехала с нами, это, конечно... Ну, там отдельный разговор, да. Это, конечно, сказалось. Ну, это да. Тут что скрывать-то? Ну, собственно, я вот к этому и вел, что будь, она на воротах, наверное, по-другому бы сложилась алимпиада. Можно со стопроцентной уверенностью такое заявить? Нет, стопроцентной уверенности вам никто не даст, конечно. Кто знает, как бы было, только Всевышнему известно. Ну, раз так сложилось, значит, так было нужно. Я не скажу, что девчонки наши молодые вратари сыграли плохо. Нет. Сыграли, особенно этот матч со швейцарами Анна Прогова сыграла очень убедительно. Я не скажу, что мы из-за нее проиграли или из-за отсутствия Александровой. Может быть, мы чувствовали бы себя психологически более уверенными и защищенными. Можно об этом говорить, наверное. Мне действительно жаль, что Надежда не поехала. Я считаю, что она бы помогла команде. Но был бы другой результат или нет, судить сложно. Как вы считаете, Оль? Я так считаю. Надю все равно давно знаю. Как-то все равно даже... Правда, она как-то уверенности придает, наверное, когда она играет. Я более спокойно себя чувствую даже я. Ну, это здорово. На самом деле, собственно, если как вывод сделать нашего разговора, понятно, настроение у вас, видимо, все еще переживаете. Да, вот этот олимпийский, что... Я думаю, мы в ближайшие 4 года будем переживать. Ну, главное, настраиваться на следующую Олимпиаду и выступить там уже хорошо. Девчонки, огромное спасибо, что пришли к нам в гости. Спасибо, что пригласили. Да, накануне был на игре против «Факела». Тоже чудно понравилось. Я визуально для себя представлял, что болеют, как на Олимпиаде. Там покричал немного. Ну, здорово, сыграли, молодцы, победили. Надеюсь, не последний раз вы у нас в гостях. Спасибо. Приглашайте. Приглашайте, придем. Заходите еще. Ну, а у нас на этом все. Увидимся с вами ровно через неделю. В следующий четверг самое главное. Не забывайте дружить со спортом. Так что все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok